всем привет друзья и рада видеть вас на канале сегодня это я так понимаю будет началом лайв влога и сегодня в перлине проходит прайд это ну вы знаете что такое lgbt прайд и к нему готовится абсолютно весь город везде висят плакаты флаги и это для города берлина довольно таки интересное событие поэтому я если честно не могу его пропустить и хочу пойти посмотреть с друзьями что там происходит там будет очень много людей это будет происходить по главным улицам берлина и вот я сижу собираюсь мы через пару часов встречаемся у меня еще есть время чтобы собраться чтобы записать видео и есть честно не помню где в ю тубе или в telegram был запрос на то чтобы рассказала как я делаю свои кудри кстати у меня появился telegram канал это очень важное событие так как там я появляюсь буквально каждый день делюсь с вами каким-то настроением вдохновением спойлерами к видео образами новостями мира моды так что подписывайтесь ссылка будет в описании и начинаю я свою укладку обычным с термозащиты меня термозащита милу отдай винас так я вот наношу везде чтобы волосы стали еще мокрее чем они были до этого кстати если вы слышите сторонний шум это у вова звонок по работе поэтому можно услышать его голос я никогда не жалею дармозащиту это уже не знаю какая баночка за пару месяцев и и и если пользоваться теми укладочными машинами которыми я делаю себе укладку можно действительно очень сильно сжечь волосы поэтому я так не рискую и стараюсь этого избежать далее я начинаю сушить свои волосы так что посушим и увидимся на следующий шаг далее как я уже досушила волосы теплым воздухом я меняю насадку включая холодный воздух и прохожусь сверху для того чтобы сгладить кутикулу волосы что мы делаем теперь дальше я беру вот такой вот жидкий шелк масло для волос или все-таки жидкий шелк я не сильно разбираюсь от че и наношу на волосы кстати возможно вы думали что я делаю себе укладку плойкой или каким-то еще другим способом но я вас разочарую я делаю это вот таким вот приспособлением от philips так что она очень удобная на самом деле по сравнению если сравнить с дайсоном конечно там разные локоны получаются но намного бюджетнее она стоит не знаю около 100 евро наверное так что начнем делать локоны обычно я разделяю на две части одну сторону переднюю часть закалываю заколочкой закидываю как куда-нибудь назад лишь бы она держалась и начинаю крутить одну из сторон это вещь крутит волосы в правую сторону и в левую сторону обязательно нужно крутить их правую и в левую потому что если вы будете крутить все в одну сторону будет выглядеть не очень прикольно так и приступаем ведь она захватывает волос я наверное два иногда три раза даже вот так и делаю и получается вот такая вот загогулина переключаю на другую сторону можно брать пряди поменьше так как чем меньше прядь тем больше такой завиток будет сильный вот так вот проходим все полностью по всей голове я конечно же не буду это записывать потому что тогда у нас идет просто минут 15 видео так что увидимся когда уже буду заканчивать вот такое вот у нас получилось но это еще не все потому что это как бы ну вы видите но слишком идеально закручено а я в общем так ходить нельзя я думаю что нам нужно для этого сделать изначально я вот так вот немного прочесываю волосы руками и и дальше не знаю правильно это или нет но мне удобно так делать я сначала наношу немножко не то чтобы много лака для волос у меня лак для волос от осис и ждем пока он высохнет и потом уже я выращиваю я расчесываю волосы не наношу побольше лака чтобы течение дня на все таки не развалилась и если я вижу какие-то не особо подкрученные локоны я делаю ужасную вещь и кручу их поверх лака но там минимально давайте вычешаем эту красоту чтобы она стала больше такая свободная чаще всего проблема после того как ты уже накрутился своего самого лица потому что они недостаточно накручены или делают из тебя какую-то спаниель но примерно вот так вот все выглядит мне не нравится вот этот еще блока это называется кудря и мы захватываем ее прокручиваем но прокручиваем мы ее не так долго как обычно и тут тоже можно парочку еще задеть для большего эффекта что прикорневой вот этот вот объем и вниз нам пропадает конечно ужасные вообще если честно я объемом не славлюсь особенно если у меня просто выровненные волосы или даже я просто их помою они не так ровно и я бы сказала в принципе вот и все на этом я думаю подготовку можно закончить я вам рассказала как я делаю эту укладку выглядит она вот так еще чтобы волосы больше блестели можно уже потом или потом или перед лаком нанести еще масло но если у вас устраивает такое количество всего на волосах что давайте продолжим это видео я думаю уже либо другом месте в кофейне либо на прайде вообще без понятия где скоро окажусь можете не пойду на прайд так что посмотрим с уверенностью могу сказать что тепло недостаточно чтобы идти в топе так что хорошо что в машине было была была кожанка если честно она абсолютно не подходит под мой аутфит так что я не знаю ну ладно встречаемся через полтора часа аж возле рейхстага с катей с ее сестрой но шумят но я думаю я туда вообще поеду на метро так как если сегодня суббота плюс ко всему какой-то парад в городе то я просто не припаркую машину я думаю это вообще почти невозможно и сейчас я наверное поеду в долуму и выпью там мачу если тоже там будет где припарковаться берлин это город отсутствие парковок я не знаю как это назвать вот только у нас на районе очень много ну достаточное количество мест для парковки потому что это считайте частный сектор тут просто стоят и садники и как бы все тут нет никаких кафешек ничего подобного так что здесь припарковаться возможно не знаю как я собираюсь выпить эту огромную мачу я и так воды напилась а наверное буду уже ехать поняла что я не взяла наушники так что вариант поехать на метро мне кажется что менее и менее привлекательным приехала на место назначения конечно это была та еще история потому что все дороги перекрыты ближайшие по которым я могла доехать я ехала в объезд ехала очень долго припарковала машину тоже очень далеко так что не знаю где прайд там проходит людей много в центре везде какие-то вот если стою возле палаток с украинскими флагами там иранские флаги в общем везде что-то происходит так что я не знаю вообще где находится прайд как мы его найдем еще даже тут девочек и думаю мы пойдем искать мне дали визитку подошел фотограф дал визитку спросил модель ли я сказал что я могу написать там какой-то вигайд какое-то модельное агентство наверное без понятия что это но приятно мы должны были встретиться возле рейхстана тут люди где сам парад непонятно вот мои спутницы очень красивые даже со спины мне нравится что здесь происходит мы коли-то приходили я не знаю здесь все здесь вот вот я Только что были в Далума, опять в той кофейне, и я завезла Вову домой и буду направляться в музей современного, нет, будущего, в музей будущего, называется Futurium. Не помню, показывала вам наш подъезд. Вообще нормальный подъезд, как вам? Так вот, это музей будущего, называется Futurium, и мне туда абсолютно не с кем пойти, потому что Вова очень сильно не любит посещать всякие места, типа галереи, музеи, это совсем не его, поэтому я иду туда одна. Я приехала в центр, минут 20 искала, где припарковаться, по близости не нашла. У меня эти полтора километра, это относительно для центра Берлина и для этих парковок относительно недолго. Так что прогуляюсь под жигучим солнышком в черной футболке. Надеюсь, скоро туда попаду, потому что как бы там уже были все мои подруги, все мои друзья, вообще все там были. Еще какая-то выставка очень модная, я бы сказала, в ТикТоке увидела, открылась тоже в Берлине, может быть и на нее сегодня схожу, если найду, где она находится. Там все супер белое, супер эстетическое и красивое. Мне так нравится такой супер урбанистический район, все прекрасный. У меня, кстати, ужасная крепатура по той причине, что мы вчера прошли, я вчера прошла где-то 20 километров, уже переходу на дорогу с телефоном, где-то 20 километров, потому что я прошла, получается, на прайде километров 10, и потом мы вечером с вою вышли гулять, я еще там километров 10 прошла. Вот, а сегодня утром была йога, так что на йоге тоже все было, довольно-таки интенсивная йога была, я бы сказала, мышцы очень болят. Так выглядит футуриум, я надеюсь, он вообще открыт. Ну, я зашла в гугл, посмотрела, по идее, должен быть открыт. Я сразу видела такого робота-помощника, и мне кажется, он понял, что я снимаю. Все-таки, насколько я больше человек искусства. Это мне очень нравится. Это сделано из резины, так что если вам очень нравится наука, конечно, это ваше место. Для меня галереи, картины, музеи, вот такое вот все больше подойдет. Да и вообще это не куб, это похоже даже немножко на вытяжку. На самом деле оно маленькое. Представляете, здесь еще можно было выйти на улицу, прям на крышу. И здесь солнечные батареи, называется Skywalk. Очень красиво. Хочу посмотреть сейчас на вид на Берлин прям с этой крыши. А вид на Берлин открывается вот такой вот. Но тут много людей. Ожидание, реальность. Далеко не зря я, конечно, намазалась SPF, потому что здесь можно действительно сгореть. Минус первый этаж. Здесь намного интереснее. Здесь все такое интерактивное. Посмотрите. Как бы вроде бы ничего не делаю, но моя рука на экране. Не знаю, почему меня это так веселит. Очень интересная вещь. Она издает звуки. И мне немножко страшно, потому что она очень большая. Это похоже на рот какого-то чужого. Или как из Stranger Things. В общем, я даже не знаю. И оно прям надо мной здесь. Будто она меня сейчас съест. А это как рисуют нейросети. Мужчина рисует просто как будто в пейнте. А нейросеть рисует ему картину как заставку для Windows. Кстати, вот это вот. Вот эти вот цветы тоже нарисованы нейросетью. Если присмотреться, вы сами все видите. Это не цветы на самом деле. Расскажу вам свое впечатление. Место чисто для гиков. Я бы второй раз не пошла. Ну и не очень вам советую, если вы не фанат науки. Или у вас нет детей, которые очень любят интерактивные игры. Для детей отличное место. Для школьников. Сейчас поеду в Берлинскую галерею. Городскую тоже. Посмотрю, что там происходит. И я нашла очень классную выставку. Она именно выставка современного искусства. Не какого-то... Не классического. А именно современного искусства молодых творцов. Так что она будет работать только со среды. И, наверное, я уже поеду в среду. Сегодня воскресенье. Интересная информация. Была написана прямо сразу, когда открываешь эту галерею в Google, что free enter. Но оказалось, что платный. Но для украинцев. По украинскому паспорту. Free. Мы сейчас с вами находимся на... Во-первых, я иду по ракушкам. На выставке шведской... Шведской скульптора Нины Канель. Или Канель. К сожалению. Я не знаю, как правильно. Это просто белая комната. Просто ракушки. Просто песок. И вот это уже по мне. Это уже мне нравится. Это меня радует. Интересно. Тут плохое освещение. Ну ладно. Знаете, это из разряда «А что говорить?» Мне нравится эта картина. Как-то и одиноко, но это фотография. И как-то комфортно. Я не могу вам передать, насколько мне здесь комфортно по сравнению с тем музеем науки. Много женских портретов. Вот это одни, которые мне понравились. Но не одни, но эти больше всего. Мне нравится все. Ходят, рассматривают. Хожу, снимаю. И рассматриваю уже вместе с вами. Мне очень нравятся эти фотографии. Тоже какая-то моя атмосфера. Смотрите. А вот к тематике Прайда. Нашла такие вот полароидные снимки. Я понимаю, насколько круто делать такие фотографии. Так как у меня тоже есть полароид. И они все передают какой-то момент, атмосферу. Ты не можешь повторить этот снимок. Нужно купить картриджи и тоже делать эти фотографии. Потому что это какая-то особая атмосфера. Вот как выглядел Берлин в 1951 году. Станция Unterdenliden. Или Unterden... Я вам сейчас точно скажу. Unterdenliden. Я на ней очень часто проезжаю. Я так понимаю, это Броденбургские ворота. Как оно выглядело и как оно выглядит сейчас, это... Конечно, тяжело себе вообще представить. Добавим немного шильзы. И это уже, как по мне, какой-то поп-арт. Иначе это не назвать. Мне нравится. Знаете, я больше всего люблю ходить по таким местам одна. Потому что, во-первых, ничто не скрывает мои чувства, которые я испытываю во время просмотра картин. Во-вторых, мне не скучно, так как я с вами. В-третьих, никто меня не подгоняет. Я здесь уже и нафотографировала, и наснимала видео. Так что я довольна этим походом в Берлинскую галерею. Вот, на самом деле, я сегодня уже очень устала. Я много ходила, опять же, второй день подряд. Была йога утром, почти ничего не ела. Но мы еще с ловой собрались посетить какой-нибудь азиатский ресторан. И на это тоже нужно добраться сил. Кстати, вот. А вот вид сверху на эту замечательную комнату. И теперь там не дом, а там ползет улитка. Я скоро засну. Не от того, что не скучно. А от того, что я сама себя, мне кажется, умиротворила сегодня. Посмотрите, мы вышли гулять вечером с Вовой. И тут такая очередь за мороженым. Судя по всему. Очень красивое заведение. Я, естественно, тоже туда хочу. Я уже съела огромную-огромную тарелку рамена. Здание такое необычное. Вова назвал это театр пенсионеров. Но на самом деле оно мне напоминает какой-то, не знаю, мультик или сказку. Тут половина надписи не горит. Очень атмосферно. Вова мне показал, что здесь написано на полу. То же самое было написано возле драм-театра в Мариуполе. Вы только посмотрите, что я нашла. Если честно, я не знаю, что повлияло на мой сегодняшний выбор того, что я хочу. Я вообще есть не очень хочу. Но этот круассан привлек меня. И посмотрите, он даже хрустит. Так что попробую сейчас. Кстати, всегда, если я ем что-нибудь хлебное, всегда макаю это в кофе. Это какой-то особый вид удовольствия. Приехала выпить кофе в 37 градусов жары. Это была плохая идея брать горячее капучино. Ну ладно. Снимала видео блога о сумках. Я не знаю, кстати, выйдет он после или до. Так что, возможно, вы его уже видели. И мне не подвернулась возможность снять концовку видео. Поэтому я приехала снять ее здесь, на таком симпатичном фоне. Думаю, это будет красиво. Возможно, кстати, это видео, скорее всего, даже невозможно. Уже тоже подходит к концу. Так как этот влог получился супер насыщенный. Я даже сама этого не ожидала. Так что, надеюсь, вам понравилось провести это время со мной. Так что, спасибо вам большое за просмотр. Я благодарна вам за буквально каждый просмотр. Это очень важно для меня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока!